Зачем нужна претензия? Я сейчас вам объясню, зачем нужна претензия, которую вы пишете в магазин, когда хотите вернуть товар по гарантии. Кто-то скажет, ну как зачем? Чтобы вернули товар. Ну так а вы пойдите в суд и верните товар, и не пишите никакую претензию. Или в магазин придите и скажите, отдайте мне деньги, вот вам товар, и верните товар. Зачем какую-то претензию нести? Значит, смотрите, претензия это главный инструмент возврата товаров в нашей стране. По претензиям возвращаются 99 с лишним процентов всех товаров. То есть, если вы принесли претензию, шанс ваш вернуть товар очень высок. Но зачем она вообще тогда нужна? Что это за пустая бумажка? Принес, получил товар, не принес, не получил. Да, можно я просто товар принесу и мне отдадут деньги? Вот зачем вот это все, вот эта писанина, тем более в 2021 году, когда уже все электронное? Зачем я когда-то буду нести бумажку? Что там просить расписаться? К чему все это? И это интересный довод, который подкрепляется еще и феноменальным аргументом о том, что в законе о защите прав потребителей, это специализированный федеральный закон по возврату товаров, по сути, или там услуг, в нем полностью отсутствует термин претензия. То есть, его вообще нет, он не встречается ни одного раза. То есть, вот во всей книжке термин претензия не встречается ни одного раза. Что это вообще за выдуманная тогда ерунда? Для чего это надо? И ответ, он кроется в реальной практике. То есть, закон, это нормы юридические, которые показывают, как должно быть, как все, собственно, правильно, кто прав, кто не прав и так далее. А реальное воплощение этой практики становится вот эта претензия. И сейчас я объясню, для чего она нужна, чтобы вы поняли, что на самом деле претензия – это круто. Но перед этим еще раз напомню, что претензия, она реально нужна. То есть, независимо от того, что я говорю в этом видео, если вы придете в любую адвокатскую контору, юридическую фирму, Роспотребнадзор, комитет по защите прав потребителей, вам там сотни раз, как и всем другим, повторят одно и то же. Сначала напишите претензию. Окей. Все. Мы запомнили. Претензию нужно писать – это главное действие, которое вы должны нести в магазин, бумажку, которую нужно нести в магазин, чтобы вернуть товар. А для чего она нужна? Несколько объяснений. Первое. Претензии фиксируют дату. Это очень важно. У нас дата, когда вы предъявляете требования, она, соответственно, важна с точки зрения высчитывания неустойки, там, возвратов, ремонта, всего, короче, всего остального. Она реально важна. Она важна, потому что потом результируется в огромные суммы. То есть, например, если вы принесли претензию на возврат автомобиля за 3 миллиона рублей, то это значит, что в день с момента после 10 дня в вашу пользу начисляется 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей в день в вашу пользу начисляется, помимо стоимости автомобиля вам вернут. И вы понимаете, что 30 тысяч – это как бы вообще немало, да? И поэтому давайте-ка вот такие суммы мы как-то зафиксируем, чтобы было четко. Ну, и то же самое с телефонами. В случае, если это айфон за 70 тысяч, это все равно 700 рублей в день, и через 10 дней это уже плюс 7 тысяч в вашу пользу. То есть, спустя 10 дней после 10 дня написания претензий, то есть, через 20 дней, магазин уже должен вам не 70 тысяч, а 77. Существенно. Поэтому решили обозначить дату. То есть, причина номер один, для чего нужна претензия – обозначить дату. Кто-то скажет, дату обозначить. В календаре посмотри. Нет, это важно – обозначить дату, чтобы и они знали, и вы знали, что потом все, в случае судебного разбирательства, двигались от одних конкретных дат, чтобы все было четко. Раз. Соответственно, для чего нужна претензия, причина номер два? Это, чтобы вы не передумали. Или магазин не изобразил, что вас не так понял. То есть, вы когда пишете претензию, вы пишете «Я хочу ремонт». Нет. Вы пишете «Я хочу возврат денег» или «Я хочу замена». Нет, возврат денег. Вы пишете свое требование, и магазин его исполняет. Столько раз было, что у нас люди ноутбук сдают на экспертизу с требованием вернуть деньги. На экспертизе обнаруживают недостаток, чинят его и возвращают. И приходит человек, говорит, я же в претензии написал «Возврат денег, вы зачем мне починили ноутбук? Забирайте его и деньги мне отдавайте». И как раз магазин отдает. Почему? Потому что все четко было прописано. А если бы это было на уровне «Ой, у меня что-то не работает, хочу деньги вернуть», а ему «Ну, давайте на экспертизу, может, заодно починим». А он такой «Может, чинить не надо, может, лучше все-таки вернем деньги». А магазин такой «Да, если что, починить». И вот это вот все непонятно, кто в итоге прав. А тут четко. Как написано в бумаге, так потом вы, соответственно, требуете. То есть, первое – это дата. Крайне важно. Второе – это фиксация требований. Третья причина, о которой регулярно говорит Роспотребнадзор и наши суды, но никто не говорит официально в законах. Претензия нужна, чтобы суда не было. Потому что даже на сайте Роспотребнадзоров, ГИСЗПП, написано, что в нашей стране большая часть, просто подавляющая часть дел решается по претензии без суда. То есть, претензия – это возможность не нагружать судебную систему, не использовать бесконечное количество адвокатов, не создавать очереди у судей мировых и так далее. претензия, она облегчает существование. И кто скажет, ну, в смысле, что это за довод облегчает? Ну, тогда ее уберите, пускай без суда возвращают. Так уж повелось, что это получается такой квази-промежуточный шаг. Вот между тем, как вы просто пришли и захотели вернуть, и вы пошли в суд. Вот между этим претензия. Это как бы усиленная версия вашего требования. И в соседних видео я регулярно говорю, что претензия – это не усиленная версия вашего требования. Это то, что ляжет на стол судьи. И это правильно. Но по факту, в реальности, в реальности, вот знаете, никак должно быть, что претензия ляжет на стол судьи. В реальности оказывается, что когда претензия ложится на стол директора магазина, и он видит, что она может лечь на стол судьи, он возвращает вам деньги. То есть, в теории, это бумажка для суда. Да, на практике это бумажка, чтобы в суть не идти. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть это реальное воплощение. Это третья причина. То есть, итого мы получаем. Первое, дата. Второе, фиксация требований. Третье, это, соответственно, снижение судебных дел по стране. Четвертое, это бумажное воплощение требования. У нас все-таки в законе участия прав потребителей регулярно указывается в случае такой проблемы, такой проблемы, такой проблемы. Потребитель вправе предъявить требования. И это требование, оно вот так и написано. Предъявить требования. Это что значит? Прийти словами сказать, или бумажку написать, или на почту отправить электронное сообщение, или языком жестов показать. Что такое предъявить требования? Но закон более конкретного не дает. И у нас реальная система, так сказать, поддержки потребителей, защиты, она подумала и такая. Ну, конечно, можно устно, можно там со свидетелями, можно по электронной почте. Но давайте, пускай будет предъявить требования, это будет бумажная претензия. Потому что как раз в ней есть целый ряд плюсов. В первую очередь, все четко написано. И вот так и решили. То есть, по сути, это не обязательно, но это один из вариантов предъявления требований. А сейчас грандиозный вопрос. Можно ли прийти в суд и потребовать возврата товара без претензии? И кто-то скажет, ну, так я могу предъявить требования возврата, так я сейчас в суд пойду и предъявлю. Как оно такое? Предъявить требования продавцу через суд. И это возможно во всех случаях, кроме двух. Там есть всякие авиаперевозки, грузовые перевозки, отдельный пассажирский, целый мир отдельных законов. Там воздушный кодекс. И в них можно вернуть деньги за билеты, еще за что-то, только после претензии. Но теоретически тот же Роспотребнадзор регулярно пишет, что претензионный порядок досудебного регулирования в защите прав потребителей не обязателен, но желателен. Поэтому вот такая ситуация. Понимаете так сказать, как хотите. Это видео я вам делаю, чтобы понять, для чего нужна эта претензия. Ну, и претензия еще нужна для того, чтобы всем было лучше. Вы не поверите, но когда попробовали все другие формы, устная электронная почта, просто вернуть только через суд, все пришли к выводу, что объективно претензия это самое лучшее средство возврата денег. То есть и магазину проще, потому что у него вот есть четкая бумажка. Например, к концу рабочего дня он смотрит, сколько там поступило претензий. Не где-то там что-то сказали какому-то Ивану, который является менеджером среднего звена. А вот на стол директора ложится три претензии. Вот он знает, вот три вопроса, их надо решить. То есть магазину удобно, у него сериально на каждое дело своя бумажка. То есть это вот просто по пониманию легче, а не то, что надо каждого сотрудника спрашивать, а вам никто не предлагал вернуть, а у вас никто не хотел вернуть, а вот вам никто не сказал, что там будет неустойка, а тут не хотел какой-нибудь потребитель что-нибудь вернуть. Вместо вот всего этого у него просто лежит несколько бумажек. Удобно? Удобно. Потребителю, покупателю тоже удобно, потому что он написал, отдал и забыл. Ему не надо ходить, ругаться, спорить. У нас грандиозный закон о защите прав потребителей в том, что после написания претензий вы можете вообще не контактировать с магазином, не отвечать на их всякие требования, не вести переговоры, не аргументировать вашу позицию. Просто отдали претензию, подождали 10 дней, пошли в суд и выиграли дело. Это элементарно. И поэтому до этого не доходит, и выигрывается у нас 84% судебных дел. Магазины это знают и возвращают товар, как правило. В смысле деньги возвращают за товар без суда. И у нас есть конкретное еще одно воплощение требования претензий. Это штраф. У нас написано, что если магазин все-таки не решается в досудебном этапе решить ваши проблемы, то он платит от всей суммы, присужденной судом, еще 50%. А это и от неустойки, и от цены товара. То есть при айфоне за 70 тысяч в цене суммарные выплаты магазина вам могут запросто перевалить за 210 тысяч. Это абсолютно реально. Тройная стоимость возврата это вот то, что норма для суда. И вот эта норма, что если магазин не пошел на встречу вам до суда, то он платит 50%, она подразумевает, что у магазина должна быть такая возможность пойти вам на встречу. И, соответственно, этой возможностью является претензия. То есть вы ее понимаете, вы ее подали, магазин подумал, ну а дальше уже как он решил. Но если магазин даже не знал, представляете, вот магазин просыпается с утра, айму, ага, повестка в суд. И магазин такой, чего, какой суд, кто вообще, и мы даже не знаем. Да мы вернем ему деньги, как, мы вернем, мы и так вернем, мы не против, мы из-за клиентов. Айму, идите в суд. И магазин такой, ага, пришел в суд, а с него там куча денег требует. Он такой, а что суд-то, я и так хотел вернуть, я не против. И, соответственно, чтобы вот этого не было, сделали претензии. Кстати, интереснейший юридический вопрос. Вот смотрите, за неудовлетворение требований потребителя в досудебном порядке начисляется 50%. А если вы все-таки проигнорировав, как покупатель, стадию претензий, взяли и пошли в суд сразу же, то будет ли магазин платить 50% этого штрафа, если вообще до этого не было контактов? И ответ есть, да, ответ есть от юристов. Не будет, не будет. То есть вам выгодно написать претензию, чтобы, если что, с магазина еще взять 50%. То есть, если вы хотите вернуть телефон, айфон за 70 тысяч и идете в суд, то вы возвращаете только 70 тысяч. Ну и плюс там неустойку, которая наберется за время судебных расходов. Ну, за время судебных дел. Например, 30 дней еще пройдет, вот вам придет 70 тысяч за айфон плюс 30%, плюс 21 тысяча. Итого 91 тысяча. Но если вы пишете претензии, то вы уже можете претендовать и на штраф, если вам откажут. То есть, у вас будет 70, плюс те же, допустим, 21 тысяча, этого 91, плюс еще 50% от этого, там, 45 с половиной тысяч. Получается 130, там, с чем-то тысяч. Понимаете, да? То есть, вам просто выгодно. Претензия, она объективно дает вам возможность еще и выгоднее возвращать деньги. Почему я почесал нос, кстати, на видео? Потому что, когда я разговариваю 12 минут, у меня все начинает так резонировать, что нос начинает чесаться. Вот я уже не знаю, как это преодолеть и стараюсь иногда дотерпеть. Интересный факт это был, только что не в тему. Интересный факт от оратора. Рубрика закончена. Что мы делаем в конце этого видео? Понимаем, для чего нужна претензия. Потому что, в данный момент, она является лучшим воплощением вашего требования. Когда-нибудь, я думаю, у каждого предприятия будет своя карточка на госуслугах. И можно будет электронно посылать эту же претензию, которая будет регистрироваться. Автоматически будет ставиться дата, требования, ответы, все будет по ней видно. Пока от такой базы даже не обсуждается. Но то, что претензии, они вот как писались в 92 году в форме, бумажки, которые они ссылались в магазин, прошло 30 лет. А они также и пишутся. И будет ли это в электронной форме? Будет. Мы будем скоро освобождены от этой необходимости носить претензии на почту или в магазин. Но пока этого нет. К этому придем. Итак, скажем спасибо закону защите прав потребителей. Его перевес в сторону потребителя феноменален. Такого нет ни в США, ни в Европе, ни в Южной Америке. Только в странах СНГ потребитель наделен просто невероятным количеством прав. Если вы смотрели мои видео, я там показываю максимально, я бы сказал, нечестные вещи. Когда при равных условиях всегда виноват потребитель, продавец, понятное дело. Когда при равных затратах всегда будет платить продавец, а потребитель ничего не будет платить. И если вот это покупатель, а это магазин, то вот такой у нас перевес всегда в сторону. Потребители – это даже количество выигранных дел. 84% дел выигрываются потребителями, которые, как правило, не шарят, у них нет времени, нет юристов, они дилетанты и не знают своих прав. И выигрывают 84% дел. Это похоже на честный суд? Да, похоже, потому что он честный. Суд честный, потому что судит по закону о защите прав потребителей, который написан с диким уклоном в сторону потребителя. Поэтому суд честный. А вот честный ли закон? Ну, не мне судить. По практике получается, что да, я вам уже отвечал, потому что 99% людей не знают своих прав, и магазины их дурят. И вот эти выигрыши потребителей, они компенсируют то, что магазины поголовно просто массово всех обманывают. И да, это происходит в 2021 году. Если вы придете в магазин и посмотрите, как возвращают люди товары, то там из 10 человек один знает свои права, и они должны посмотреть мои видео, чтобы знать их больше, лучше. Поэтому, если понравилось видео, быстро взял и кинул его двум людям, чтобы их не обманывали. Любое мое видео, нажимайте вот просто на ютюбе вот так все подряд, нажимайте по моим видеороликам, вот туда жмите сюда, по клавиатуре вот так тарабаньте. И что-нибудь где-нибудь подпишется, лайк поставится, и всем будет хорошо. А еще можно меня поддержать сознательно. Как? Кинув по номеру снизу, вот смотрите, номер снизу вот он. Вот он. Видели? Это номер карты, можно кинуть маленький благотворительный донат микроскопического размера. 30, 50, 70 рублей будут мне очень полезны, а вам будут не в минус. И за счет этого я смогу, соответственно, компенсировать слегка свои затраты на съемки этого видео, оформление, выкладывание, озвучивание, поиск материала, общение с вами, ответы на вопросы, комментирование. Ух! Если хотите меня поддержать, то я всегда буду рад. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok